Ну что, задержание в Украине российских спецназовцев Александрова и Ерофеева вызвало абсолютно спрогнозированную реакцию российского правительства, которая сразу же отказалась от своих граждан. Мол, это добровольцы, потом это бывшие военные, в ЛНР заявили, что это вообще какие-то милиционеры. Но это абсолютно очевидная спрогнозированная тактика российского правительства, которая в случае, если ее граждане попадают, или даже солдаты попадают в какую-то неприятную ситуацию и берут в плен, то они сразу же от них отказываются. И это на заметку российским военным, которые отправляются в Украину, что в случае, если попадете в плен и вас нужно будет спасать, то вас просто бросят и никто вами заниматься не будет. Вы никто. Да и вообще поведение этих спецназовцев, мягко говоря, улыбает. Ведь они, когда приехали на опорный пункт украинской армии, во время попытки его захвата, они убили украинского воена по фамилии Пугачев. Убили хладнокровно на территории Украины, как оккупанты. А когда украинские военные пошли в контрнаступление и взяли в плен этих двух солдатиков, они начали орать, не убивайте, мы русские, мы братья, пожалейте, пощадите. И от страху начали рассказывать все. Ведь по телевизору, такие как Киселев и прочий сброд, постоянно стращали и накручивают россиян, что здесь бандеровцы, которые выкалывают глаза и издеваются. И вот они, будучи нашуганы этой пропагандой, начали рассказывать всю правду, чтобы их помиловали. И полностью выдали всю информацию о своем руководстве, о планах по наступлению, о численности своих войск. Да и вообще, в принципе, эта новость о захвате российских военных не вызывает никакого удивления украинцев. Это абсолютно рядовая ситуация, поскольку все прекрасно в Украине знают и понимают, что в Украине воют российские солдаты. И раньше я же ставил сюжет о двух российских спецназовцах из Ульяновска, Ахметове и Эльмитове, которые были взяты в плен в конце августа 2014 года под Иловайском. Их допросили, мы выкладывали видеозаписи их рассказа, что да, вот их послало руководство убивать украинцев. Во время выхода 29 августа из Иловайского котла их российские войска отбили, они попали в Россию. Позже канал Life News снял о них репортаж, как они на базе воюют, служат, продолжают свою службу. То есть был доказан факт того, что российские солдаты действительно воевали на территории Украины. И вот это очередной факт. И сразу же российское правительство орет, что нет, никогда не было российских солдат и нет в Украине. Но, собственно, весь мир уже понимает, что российская армия, российское правительство – это дешевые трусы, которые отправляют своих солдат в Украину без шевронов, без опознавательных знаков, без документов. И когда они попадаются, сразу же от них отказываются. А когда сами российские солдаты, грозные российские солдаты попадают в плен, они как девочки рассказывают всё, как есть на самом деле.